Выходя на улицу, я одеваюсь с ног до головы. Надела свой шлем для лица, плотную куртку и, например, штаны. На ноги я надеваю высокие кеды или кроссовки, а на руки анти-ультрафиолетовые перчатки. Меня зовут Саша Альбаум, и мы продолжаем проект «Хочу спросить», где рассказываем о вещах, к которым бывает тяжело поверить. Ваши лайки и комментарии продвигают это видео. Благодаря им наш сюжет видит большее количество людей. А еще не забывайте подписываться. Спасибо! Что такое пигментная ксеродерма? Это чувствительность к ультрафиолетовым лучам солнечного света. Глаза и кожа подвергаются максимальному воздействию солнца. Это редкое генетическое заболевание проявляется в младенчестве или в раннем детстве. Больной ребенок может провести на солнце всего несколько минут, а как последствие сильнейший ожог, на котором появляются волдыри и покраснения. Иногда кожа поражается не так сильно. Это как аллергия на солнце и на источники света, ведь возможно, что лампочка или неон излучают ультрафиолет. Диагноз мне поставили в два года. У меня веснушки абсолютно на всем теле, но пигментных пятен у меня нет. Я была совсем маленькой, и я понимала, что моя кожа отличалась от кожи других детей. Моя мама говорила мне, что когда я была ребенком, я специально, бессознательно, всегда шла в тенек, в темноту и выключала свет. А я была просто ребенком и не знала, что я больна, но часто хотела быть в темноте. Пигментная ксиродерма относится к редким заболеваниям, обусловленных мутациями в генах, которые человек наследует от мамы и от папы. Повреждения в ДНК определенные, они просто не могут нормально восстанавливаться. И, соответственно, нужно избегать тех факторов, которые увеличивают повреждения в ДНК. В данном случае это ультрафиолет. Существует несколько степеней развития заболевания. Первые симптомы относятся к первой стадии заболевания и проявляются еще в раннем детстве, когда родители обнаруживают у ребенка необычайную фоточувствительность. То есть, когда выходят с ним погулять, допустим, и на открытых участках тела видят, что кожа становится достаточно быстро красной. То есть, возникает ожог, и потом на этом месте возникают такие веснушки. Дальше в мере прогрессирования заболевания уже могут присоединяться изменения в строении век, мягких тканей рта, то есть губ и так далее. Потому что из постоянного повреждения может быть даже выворот века. И дальше у человека могут развиваться уже злокачественные новообразования, поскольку риск здесь равен 100%. Самое сложное, наверное, было в детском саду. Было тяжело объяснить детям, почему мы должны закрывать окна, и почему на переменах я не хожу гулять с ними. Это привело меня к социальной изоляции, но я хотела дружить. Дети думали, что я заразна, и понимали, что со мной. Я себя убеждала, что они просто не понимают. Было сложно принять одиночество. Я делала много глупостей, чтобы привлечь к себе внимание, и все в этом духе. Но я быстро поняла, что это ни к чему не привело, и сосредоточилась на учебе. От детского сада до магистратуры все заведения были оборудованы анти-ультрафиолетовыми фильтрами и анти-ультрафиолетовыми лампами. Это значит, что у меня было абсолютно нормальное образование, и что мое заболевание никак не повлияло на мой рост в профессиональном плане. Примерно к двум годам почти у всех детей с пигментной ксеродермой появляются веснушки на коже, в тех местах, которые особенно подвержены солнечному воздействию, например, на лице, руках или губах. А еще солнечный свет вызывает сухость кожи. Это называется ксеродермия, и пигментацию – это изменение окраски кожи. Кстати, именно поэтому болезнь называется пигментная ксеродерма. У меня довольно сухая кожа, поэтому я обязательно хорошо увлажняю тело кремами, но кожа при всей этой сухости не болит. Реакция других людей? Было много забавных реакций, но это стало нормой для меня. Во время ковида все ходили в масках, а я была в специальном шлеме, который и так каждый день защищает меня от солнца. Люди подходили и говорили «Вау, круто!» С этим шлемом люди видели мое лицо. Это ведь лучше, чем прятаться, правда? Но в чем основная опасность этой болезни? Люди с пигментной ксеродермой имеют повышенный риск развития рака кожи. Без защиты от солнца примерно у половины таких детей к 10 годам развивается первая онкология, а в течение жизни множественный рак кожи. Эти виды рака чаще всего возникают на лице, губах и веках. Рак также может развиваться на коже головы, в глазах и даже на кончике языка. У меня был рак. Кожа – единственный орган, за которым мы можем уследить. Грубо говоря, когда с кожей что-то не так, то вы можете это увидеть. Если бы это было сердце, почка или что-то такое, то вы не всегда вовремя узнали бы о раке. Может быть поздно. Когда я вижу какие-то изменения на коже, то сразу иду к дерматологу. Врач делает осмотр, удаляет, выжигает, делает полноценную операцию по удалению пятна, если требуется. И после анализа дерматолог смотрит, доброкачественная ли это опухоль. У меня было много операций. Например, был рак в прыщике, который появился на лице. Появился бугорок, и я не знала, что это такое. Я хотела его удалить, потому что это эстетически мне не нравилось. Дерматолог ее удалил, а после анализ показал, что это была карцинома, рак. Да, но на начальной стадии. Но если бы мы позволили ему развиться, он бы превратился в проблематичный рак. Но мне его удалили. После рака я, конечно, еще тщательнее следила за здоровьем. И так давно у меня была еще одна операция. Опухоль была внизу спины, но, к счастью, она была доброкачественной. Еще была операция на глазу, но опухоль тоже была доброкачественной. Ничего страшного не было. Но лучше ведь не рисковать и удалить, правда ведь? Глаза людей с пигментной ксеродермой тоже могут быть болезненно чувствительны к солнечным лучам. Если они не защищены от солнца, то могут налиться кровью, а роговица помутнеть. У некоторых людей выпадают ресницы, а веки могут быть тонкими или вывернутыми внутрь или наружу. Может возникнуть рак глаза. Еще примерно у 30% больных есть неврологические проблемы. Потеря слуха, проблемы с координацией, трудности при ходьбе, трудности с речью и задержкой интеллекта, а также частые судороги. Людям с пигментной ксеродермы нужно постоянно следить за состоянием своей кожи и избегать попадания прямых солнечных лучей. Есть специальный прибор, люксметр, который помогает измерять освещенность и яркость пространства. При серьезных формах некоторые больные все же хотят выходить на улицу в солнечную погоду и надевают специальную одежду, защищающую нужные зоны. Я ношу шлем и я счастлива носить его, ведь он защищает мою кожу. Без него я не смогла бы вести нормальную жизнь. В инстаграм я тоже выкладываю фото со своим шлемом. Очень надеюсь, что такие же, как я, найдут для себя позитивные примеры и смогут вести обычную жизнь, продолжать учебу, работать и мечтать. Выходя на улицу, я одеваюсь с ног до головы. Надела свой шлем для лица, плотную куртку и, например, штаны. На ноги я надеваю высокие кеды или кроссовки, а на руки анти-ультрафиолетовые перчатки. Так я выгляжу в повседневной жизни. Надо быть очень осторожной, летом особенно. Летом нам немного проблематичнее одеться, но есть специальная одежда с защитой от ультрафиолета, но вы должны понимать, что она блокирует только 98% и даже оставшиеся 2% вредны. Поэтому у меня есть специальный прибор. Он рассчитывает ультрафиолет и на самом деле, когда он на нуле, значит я могу снять шлем. Если не ноль, то нельзя. И каждое утро я также наношу солнцезащитный крем. Когда я была маленькой, мой отец и моя мать сказали мне не ходить в парк развлечений, потому что они боялись, что мой шлем слетит, ведь есть аттракционы вверх ногами. Меня так расстроило, когда туда ходили все, кроме меня, но зато теперь, когда я выросла, я могу сама решать, куда я хожу, а куда нет. Существует ли какое-то лечение, которое позволит, допустим, людям с ксеродермой выходить на солнце? Нет, не существует. Им нужно защищаться от солнца. Потому что нельзя пока что в каждой клетке кожи и в организме изменить этот ген. Лечение здесь заключается в профилактике вот таких сильных повреждений. То есть таким людям нельзя курить, потому что курение сильно повреждает также нашу ДНК в клетках легких. И если человек с пигментной ксеродермой еще и курит, то у него есть очень высокий риск развития рака легких. Скорее всего, люди используют солнцезащитные кремы, не специально разработанные для людей с ксеродермой, поскольку, я думаю, что крупным производителям просто невыгодно регулярно производить такие кремы для людей с ксеродермой. Используются кремы просто с очень высокой степенью защиты от ультрафиолета. Точное количество больных пигментной ксеродермы мы не знаем. Болезнь распространена неоднородно. Например, в США и в странах Европы встречается один такой человек на миллион. В Японии – один на 22 тысячи, а в Северной Африке и на Ближнем Востоке – один на 10 тысяч. И все они часто сталкиваются с очень неоднозначной реакцией других людей. Таким людям, как я, действительно должно быть все равно, нравимся мы людям или нет. Приоритетом является здоровье. Мы должны продолжать защищать себя. Конечно, бывают взлеты и падения в своем состоянии. Без защиты можно очень быстро заболеть раком кожи и умереть от него, причем очень и очень быстро. Есть люди, у которых больше нет сил на это все. Их окружение давит на них. Это очень тяжело. Но мы должны продолжать защищать себя и жить ту жизнь, которая нам нравится. Как и в выпуске «Быть молодым, быть мамой» мы стараемся рассказывать вам о таких редких вещах, для того, чтобы общество лучше понимало таких людей, а им становилось жить чуть проще. Надеемся, что вам понравилось это видео. Спасибо и до встречи. Спасибо. 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 Спасибо.